Здравствуйте, мир! Привет, столица! В эфире цифра, ваш технологичный альманах. А в студии Валерий Лестишев и Борис Веденский, и нам пора начинать. Сегодня поговорим о нескольких способах не пропустить что-то интересное, а заодно обсудим вирусные видео. 14 марта компания Samsung собрала журналистов всего мира в Нью-Йорке, чтобы показать свой новый флагманский смартфон. Новый Galaxy S4 напичкали всем, что только можно представить, и даже больше. Как вам, например, встроенный термометр или датчик влажности? Не знаю уж, кто собирается мерить гаджетом температуру, но вот любоваться на его экран – одно удовольствие. Сочный и чёткий, он выполнен по технологии Super AMOLED и снабжён 5-дюймовой Full HD матрицей. Внешнее устройство мало отличается от своего предшественника. Неспешённый пользователь вряд ли сможет различить смартфоны. Из прочих бонусов начинки отмечу наличие модели с 64 гигабайтами памяти и поддержкой 4G, а также 13-мегапиксельную камеру. Воистину, беспощадный пир технологий. Кстати, о мегапикселях. В Galaxy S4 появилась возможность одновременной съёмки на обе камеры – фронтальную и заднюю. Другая любопытная функция – прокрутка страничек при помощи жестов рук. Работает достаточно стабильно, главное – не увлекаться этим на людях, а то могут и неправильно понять. А вот с обещанным управлением взглядом дела обстоят несколько хуже. В московских магазинах новинка появится в конце апреля. Ровно месяц назад на Челябинск свалился метеорит. Событие облетело всю планету, и Россию узнали как страну китайских видеорегистраторов. Но у нас в запасе есть не только видеорегистраторы, а ещё несколько приложений и гаджетов для съёмки видео. О них и поговорим. И начнём вот с этого любопытного гаджета – 3G-камера от мегафона. Правда, чтобы снимать видео, нам нужен главный герой. Герой главный. Боря, какой ещё главный герой? У меня тут проблемы, еда пропадает из дома. Найсю, камера. Это настоящая находка для тех, кто хочет постоянно всё держать у себя на виду. С этой штукой я уж точно раскрою это гастрономическое преступление. Для того, чтобы увидеть то, что видит камера, достаточно просто позвонить на неё. Узнаёт хозяина девайс по номеру и специальному коду. Кроме того, камера умеет сохранять ролики на карту памяти, а также активироваться по движению. То есть запускать запись, если в кадре появится что-то живое. Установив её дома, в гараже или на чердаке, вы можете находиться сразу в нескольких местах одновременно. Ну так. Пока всё чисто. Ну я считаю, я готов. Есть! Камера обнаружила ворюгу. Берём! В атаку! Ага! Попался с поличным. Да ты же какой! У меня и доказательства есть. Так это и будет наш главный герой. Афанасий, иди сюда. Будешь наказан. Ну всё. Готово. Больше никто и никогда не посмеет воровать у тебя колбасу. Посмотри. Нет, ну это уже совсем перебор. А где ты такой булыжник-то раздобыл? Да ладно, шучу я. Приложение такое. Зазывается Action Movie FX. А с котом всё в порядке. Вот он наш анокломный грузок. Программа доступна для гаджетов от Apple. В библиотеке есть множество различных эффектов, которые накладываются поверх снятого ролика. Часть из них бесплатные, а за некоторые самые крутые нужно заплатить. Нужно лишь снять небольшое видео. Объект съёмки должен быть посередине специального прицела. Желательно во время съёмки камеры не дёргать. Теперь один клик. Немного подождём, чё торопиться-то. И вуаля, чайный шедевр готов. Короче, Universal Paramount и команды Pictures в одном клаконе. Да, действительно, просто и эффектно. Но у меня есть ещё одно интересное приложение. Так, Афанасий. Ладно, так и быть. Прощаю я тебя. Пойдём показывать. Вокруг нас постоянно происходит что-то интересное. И далеко не за всем удаётся понаблюдать. Особенно жителям столицы, у которых со временем всегда напряжённые. Но и тут есть одно решение. И понадобится мне для этого код Афанасий и смартфон с установленным приложением Labs.it. Оно предназначено, чтобы создавать так называемые таймлэпсы. Вы наверняка видели ролики, как распускается цветок, или как улица быстро наполняется людьми, или восход солнца. Именно такие штуки можно делать с помощью данного приложения. А мы проверим это на дневных миграциях нашего кота по квартире. Принцип работы прост. Камера смартфона делает снимки с определённым интервалом. А затем всё это автоматически склеивается в видео. При этом интервал можно установить практически любой. От секунды до нескольких часов. А когда ролик готов, можно наложить спецэффекты и музыку. Так, ну судя по таймлэпсу, нашему пятнистому другу больше всего понравилась вот эта вот розовая подушка. И, конечно, подоконник с батареей. Видимо, у этих мест какая-то особая энергетика. Так, вот давай без этих твоих полтергейстов. Код, он ведь тоже член социума. Ну, какой и никакой. А значит, ему нужно что? Что? Аккаунт в социальной сети. Ну, естественно, непростой. Я говорю, а видео аналоги твиттера вайд. Интерфейс очень похож на собрата Инстаграм. Можно фоловить друзей, а также ставить лайки и комментировать ролики. Каждая видеозапись ограничена по времени. Даётся только 6 секунд. Монтаж производится на лету. Камера снимает только тогда, когда вы касаетесь пальцем экрана. А когда отпускаете, она останавливается. Сервис пока доступен только для пользователей айфонов, но вскоре должна появиться и версия под андроид. Теперь ты Афанасий 2009. Первый московский код в Вайме, между прочим. Вот, а птички появятся, может, подружку себе найдёшь. Лайкай. Лайкай. Подписывайся на аккаунт Афанасия, а мы возвращаемся в студию. Да. Ну, а если вы обзаведётесь таким комплектом приложений, то уж наверняка не пропустите очередное падение метеорита. Или заснимите знаменитость в метро, как настоящие папарацци. А теперь посмотрим, что же происходит в нашем технологичном мире. Тем временем, хотим мы этого или нет, продолжается проникновение технологий в область спорта. На этот раз бой инноваций достучался до баскетбольного мяча. Компания 9450 напичкала игровой снаряд всевозможной электроникой, которая отслеживает его перемещение в пространстве. Вся информация о скорости полёта мяча, количестве и частоте отскоков от пола передаётся по блютуз на айфон или андроид-устройство тренера. С таким снарядом процесс подготовки спортсменов станет более эффективным, а как следствие, должно повышаться мастерство игроков. Надеюсь, столичные клубы тоже обратят внимание на новинку. Сегодня у нас в гостях Игорь Сайфулин, креативный директор рекламного бюро «Рабочее название». Добрый день. Поговорим о феномене вирусных видео и заодно узнаем, как в домашних условиях создать крутой ролик для интернета. Игорь, привет. Привет. Добро пожаловать. Спасибо большое. Может, не очень креативно, но всё-таки вот студия. Красиво достаточно. Вот вирусы, ну, по моему ощущению, такая штука, которую человек посмотрел, его настолько глубоко поразила эмоциональная эта вещь, что он начинает сразу всем в Фейсбуке писать. Ребята, быстро зацените, смотрите, что я увидел. А такое ощущение, вот лично у меня складывается, что в последнее время люди как-то устали делиться всякой фигнёй в интернете. Как тебе кажется, есть такая тема вируса? Да, конечно, они устали. Они устали от информации бесконечной. И поэтому сейчас только самые жемчужины выстреливают. И, ну, соответственно, да, их знают все, и они собирают, как бы, всю кассу. Слушай, наверняка многих интересует, кто же вот эти люди, которые создают вот эти мемы и вирусы, и вообще зачем это делается. Я говорю не о рекламных именно видео, а о вот таких вот штуках, которые просто ничего не рекламируют, а просто прикольные. Ну, это вы. Это вот дольщик, который двигает телегу. Обычные чуваки. Ну, на самом деле, есть, конечно, сейчас уже есть профессионалы, создающие мемы. Кто за... то есть заработок приходит потом, если ты сначала, ты сегодня наделал очки на кота и включил дабстеп, тебе было просто прикольно, потому что ты интересный хипстер из Москвы. Вот, а уже потом, через пару месяцев, если ты не стормозил, вот, ты можешь получить какие-то дивиденды. Ну, хорошо, а все-таки должны быть какие-то правила. Вот, надо вас интересует, как людей, которые занимаются видеотворчеством, после рецепты вирусных видео. Вот мы готовим борщ. Какие ингредиенты, как их порезать, как положить вместе, что с ними делать? Ну, собственно, они все известны, как... Они безумно банальные. Секс, неожиданное насилие, милость в виде каких-то супермилых животных, там, людей, но я, правда, таких не встречал. Вот. Плюс карнавальность. На самом деле, все эти вещи, они уходят вообще в психологию. То есть, все, о чем там говорили нам великие психологи, все какие-то там артефакты человеческого сознания, все они, собственно, находят свое выражение в мемах. Ну, хотелось бы узнать от тебя, как от профессионала, в чем секрет вот «Гандам стайл» и «Гарлем шейк» последних нашумевших мемов таких. Если бы я знал, я бы, разумеется, не сказал. Невозможно сказать. Можно, конечно, там, опять же, это как-то копать и говорить, что да. Но вот здесь это, наверное, какая-то карнавальность какая-то. Вот люди любят смотреть на таких юродивых, это какие-то клоуны, вот. Потом простота повторения, да, сейчас это, ну, «Гарлем шейк» это вообще интерактивное видео, по сути. А интерактив сейчас работает очень хорошо. То есть, ну, насытились просто мемами, перешли на следующую стадию, когда каждый может сделать этот мем. И «Гарлем шейк» это просто инструмент по созданию мемов, которые дали людям, и они счастливы. Так, начну. Спасибо большое. Да. Было очень интересно. Надеюсь. Ну, а если вам удалось заснять что-то действительно крутое, не бойтесь выкладывать в YouTube. И, может быть, именно этот ролик побьет рекорды «Гангнем стайл» или «Харлем шейк». С вами были Борис Веденский. И Валерий Истишев. Смотрите «Цифру на Москве-24» и «Дроидер-шоу» в интернете. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok